Новый 2061 Субтитры создавал DimaTorzok Вера Викторовна исполнила 75 лет Но никто не дал бы ей больше 40 Солидный возраст женщины выдавали разве что седые волосы, скрученные в дреды А вот что ее омолодило, любовь к овощам или генная инженерия до конца не было известно «Как дела?» — спросил Сергей Сергеевич, заходя в кухню «Салат готов!» — ответила Вера Викторовна и понесла блюдо в комнату «Сделаешь бутерброды с рыбой?» «Все, что нужно, возле принтера» Сергей Сергеевич взял пакетики с надписями «Хлеб», «Сливочный сыр», «Форель» И высыпал их содержимое в отдельные емкости 3D принтера Задал калорийность, уровни белков, жиров и углеводов Выбрал из шаблонов овальную форму и нажал «Пуск» Сергей Сергеевич был ровесником Веры Викторовны Но никто не дал бы ему больше 45 Солидный возраст мужчины выдавали разве что мелкие морщинки Которые расходились вокруг глаз, словно трещинки на тонком льду А вот что его омолодило Неугасаемый оптимизм и легенная инженерия до конца не было известно Через три минуты 12 бутербродов появились на тарелке Сергей Сергеевич посыпал их укропом, веточку которого сорвал с подоконника и отнес в комнату В двери позвонили и Вера Викторовна бросилась открывать О, ровно без 15 и 12, как я говорил, воскликнул Сергей Сергеевич В прихожую втиснулись дочь Арина, ее мужчина Мирон и их дети-близнецы Марта и Май Которым в апреле исполнилось по 4 года А вот и мы, с наступающим! улыбался Мирон С наступающим! закричали дети и повисли на руках бабушки и дедушки Ух, успели! выдохнула Арина Ждали мандарины из Абхазии Обещали прямую пневмодоставку через полчаса А вышел целый час Арина протянула коробку с мандаринами От них исходил такой аромат, что у всех присутствующих даже слегка закружилась голова Запах моментально распространился по всей квартире Терпкий, свежий и какой-то еще... Сложно было подобрать название Цитрусовый, подсказал Сергей Сергеевич И новогодний Вера Викторовна открыла коробку и вздрогнула Мандаринов было ровно десять Арина, они вас не разорили? Спросила женщина Может, разделим оплату? Мам, мы же договорились, это подарок Так что никаких разделений Близнецы помчались в комнату и потянули за собой Мирона и Сергея Сергеевича Ух ты! воскликнул Мирон Настоящая искусственная елка А это что, стеклянный огурец? Да, еще и с детства моих родителей Улыбнулся Сергей Сергеевич Решили поностальгировать А голограмму поставим в следующем году Перед входом в комнату Вера Викторовна остановила дочь Потому что только сейчас заметила Гости пришли в красных свитерах Арина, а чего это вы в красном? Спросила женщина А в каком надо было? Наступает же год белой металлической змеи Уточнила Вера Викторовна И показала на свой белоснежный свитер Надо было в белом Ой, да брось, мам Отмахнулась Арина Нужно задобрить символ будущего года Чтобы он был удачным Ответила Вера Викторовна И сняла запястье несколько металлических браслетов Хотя бы это на день За пять минут до Нового года Голограмма отобразила лицо президентши Которая произнесла Уважаемые граждане России Дорогие друзья Совсем скоро мы простимся с 2060 годом Он был непростым Но трудности, с которыми мы столкнулись Сплотили нас Ха-а-а! Я выиграл спор! Подпрыгнул Сергей Сергеевич С кем на этот раз? Засмеялся Мирон С соседом Я сказал, что фраза «Год был непростым» Прозвучит в самом начале А он что? В середине Когда часы пробили полночь Вся семья закричала «С Новым годом!» И подняла бокалы с домашним черносмородиновым морсом А голограмма показала рекламу Смотрите в новом 2061 году «Елки-360» Любимая история с полным погружением Уже во всех кинотеатрах страны Следом началась вторая серия «Иронии судьбы» Очень вкусно Сказал Мирон Заедая Оливье бутербродами с красной рыбой Стейки из воздуха Как всегда на высоте А вместе с вашими овощами Просто сказка Подхватила Арина И придвинула поближе блюда С отварным картофелем Свежими огурцами Помидорами Морковью Капустой Зеленым И репчатым луком Дети уплетали все подряд И закусывали сушеными водорослями Блюдо с которыми занимало Весь центр стола А если бы кто-нибудь посмотрел На стол сверху То наверняка бы увидел Луну Идеально круглую Обтянутую белой скатертью С разноцветными кратерами Тарелками «Ба! А ты покажешь нам прошлое?» Спросила Марта Раскусывая сочную дольку мандарина «Конечно!» Улыбалась Вера Викторовна На шее у женщины На полупрозрачном дисплее Похожем на пластырь Забегали маленькие разноцветные огоньки Она кивнула в сторону голограммы Где Женя Лукашин допевал «Если у вас нету тети» А вместо него появился другой исполнитель Светловолосый Со стрижкой под горшок В царских палатах Он водил хороводы с девицами И двумя другими молодцами И напевал «Как же быть? Как быть? Запретить себе тебя любить» «Не могу я это сделать» «Не могу» Потом голограмма отобразила девочку Лет тринадцати С мишурой на шее Она смотрела на молодцев И уплетала котлеты С картофельным пюре «Кто это, ба?» Спросил Май «Это я» Встречая девяносто восьмой год Улыбалась еще шире Вера Викторовна «Смотрю старые песни О главном три» «А там Иванушки Интернешнл» Все, кроме Сергея Сергеевича Посмотрели на Веру Викторовну Вопросительно «Была такая программа Где девицы из девяностых Исполняли песни семидесятых В царских палатах шестнадцатого века» Попыталась объяснить женщина «Как все запутано» Почесал висок Мирон «А вы когда-нибудь встречали Новый год на улице?» «Бывало» Ответила Вера Викторовна На шее у нее снова сверкнули огоньки Голограмма прогрузила новое видео Пышная елка Взрывы фейерверков Шумная толпа людей И сугробы По щиколотку Все в комнате одновременно вздрогнули Ощущая морозный воздух Воссозданный по воспоминаниям Веры Викторовны «Неужели столько снега?» Воскликнул Мирон «А какой это год?» «Две тысячи десятый» Ответила женщина «Ой, мам, это ты!» Арина показала на девушку Танцующую в центре площади «А что это на тебе надето?» «Шуба!» Сказала Вера Викторовна И тут же опять встретила Четыре пары недоумевающих глаз «То есть длинная куртка С мехом наружу Ненастоящим» Голограмма мигнула И показала вытянутый коричневый ковшик Он стоял на плите А по краям что-то пузырилось «Пахнет кофе!» Отметил Мирон «Это что? Он так раньше готовился?» «Ага, сорок лет тому назад» «В двадцатом» Сказала Вера Викторовна Голограмма колыхнулась И преобразовалась в женщину Со светлыми дредами Она разливала по чашкам кофе из турки Себе и Сергею Сергеевичу «Это было за год до рождения Арины» Улыбнулась Вера Викторовна «Ну, конечно, 2020-й!» Шлепнул себя по лбу Сергей Сергеевич «Это же тогда рестораны В новогоднюю ночь закрыли» «Точно!» А на улицах было мало людей Все в основном дома сидели И мы тоже Зато как душевно посидели Помнишь, Вера? «Угу!» Кивнула женщина Нарядили елку Послушали президента Поели оливье Напились кофе Чтобы досмотреть иронию судьбы Кстати, о кофе Подхватил Мирон «А как подключиться к вашей кофемашине?» Так, в списке устройств «Кахва 36!» Ответил Сергей Сергеевич «Угу!» Сказал Мирон И огоньки забегали у него на шее Близнецы Засыпали, прислонившись головами Друг к другу Арина отклеила светящиеся пластыри У них на шее Мирон допивал кофе А голограмма продолжала показывать Видео разных лет Домашние и уличные Со снегом и без С улыбками и объятиями И одинаково теплые «Интересно!» Прошептала Арина «Если бы вы могли сейчас Обратиться к себе в прошлом В тот же 2020-й Что пожелали бы вы Сами себе?» «Ммм!» «Накупить побольше акций Алга!» Ответил Сергей Сергеевич И запустил руку В самое большое блюдо на столе «Кто бы мог подумать Что водоросли станут Настолько популярной едой Буквально через пять лет!» «А я бы сказала так» Отозвалась Вера Викторовна Продолжай верить во все Что веришь Оно не подведет «Оно не подведет»» «Оно не подведет» 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 «Оно не подведет»